Национальные проекты людям. Пермский губернатор Максим Решетников, выступая на пленарной сессии, ответил на вопрос о том, с какими проблемами. Чаще всего обращаются к нему жители региона и поддержал идею о том, что нацпроекты должны решать реальные проблемы россиян, в том числе и пермяков, и без волокиты. У нас нацпроекты про прорыв, а все наши процедуры и законодательства, оно очень консервативно. Мы можем все эти цели достичь значительно быстрее, если мы несколько гибкость этого законодательства повысим. И это, в принципе, мне кажется, сейчас такой запрос есть, мы на него бы заявились. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на российском инвестиционном форуме, четко обозначил, конечная цель национальных проектов – это решение социальных проблем. На это должны работать инвестиции и экономика. Мы продолжим формировать экономическую среду, которая стимулирует деловую активность и рост инвестиций. Бюджетная, налоговая, тарифная политика, отраслевое регулирование должны быть настроены так, чтобы помогать бизнесу. Губернатор края и представители пермских предприятий поделились с участниками форума опытом привлечения инвестиций. Так, по оценке регионального фонда развития промышленности, Пермский край сегодня занимает в этой сфере первое место среди более чем полусотни региональных фондов. Общая сумма проектов, которые мы профинансировали для Пермского края – 2,4 миллиарда рублей. При этом бюджет всех проектов порядка пяти. Плана на 19-й год. Мы ожидаем от вас заявок еще на 3,5 миллиарда рублей в этом году. Среди проектов, которые проинвестируют в этом году – создание первой в мире линии по производству упаковки для пищевых продуктов полного цикла с учетом сортировки и переработки пластиковых отходов. Сегодня мы подписали как кредитное соглашение с банком, так и инвестиционное соглашение с фондом развития промышленности. Общий объем инвестиций составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. На форуме были подписаны ряд соглашений и меморандумов о намерении реализовать в регионе инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций более 6 миллиардов рублей.